Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Уз Мэн. Сейчас 8.29, мы приехали уже в Каскаду. Ёлка до сих пор стоит, как красиво, это смотрите, прям здорово, замечательно. Алиска сфоткала это дело. У меня сегодня выходной, но я принес Алиску. Сейчас поедем с вами, ребят, на заправку, потому что надо заправиться, иначе мы до дома не доедем, скорее всего. Поэтому здесь рядом заправка, заправимся, поедем домой, будем мучить великие дела сегодня, друзья мои. Да, Алиске пожелаем отличного рабочего дня, нас поздравляем с полугодом. Правильно сказал? С полугодом? С полугодом у нас, поздравляю тебя. Вот такие вот дела, друзья мои. На улице минус 36, показывает градусник, но он показывает неправду. Когда я садился, показывал минус 38 вообще, но на самом деле 26 градусов на улице. Ну, ребят, находимся на заправочке. Газпром. На 300 рубасов заправил. Это прям минимум, который мы сегодня можем залить. Ибо... Ибо уже лампочка горела несколько километров и говорила мне, заправся. Если честно, я надеялся добраться домой без пробок, но нет, увы, увы, я снова в пробке. И в очередной раз хочу вам показать, насколько Омск многолекий дом, дом, домик. Приехал домой, приехал домой так уже как бы поздно, что, блин, капец. Я не знаю, даже ложиться сейчас, засыпать утро как бы или нет. Уже без 20.11. Или уже начинать заниматься полезными, веселыми вещами. Наверное, все-таки вздремну немножко. Совсем чуть-чуть. Привет. Хочу кое-что показать. Там типа планы всякие. Еще планы. Еще планы. Несколько вариантов. Три, по-моему. Короче, вот эта вот фитня, которую я показала, она стоит 200 тысяч. Классно. Мне бы такую кто-нибудь бы заказал, я бы с той всем взяла. Вы представляете, сколько тогда бы стоило мой диплом? Сто пудового бы на квартиру бы хватило. Я все-таки не стал дремать, я посмотрел всякие интервью с пучковым опять. Вот. И сейчас... Кто-то там прошел. Сейчас я хочу подолбить на барабанах. Да, друзья? Как же без этого-то? Я подключил барабаны снова к... Комбику. Это, кстати, палочки. Палочки те самые, которые задарил Тема. Эх, чуваки, я для себя сегодня сделал огромное открытие. Оно прямо вот сзади меня на мониторе. Там вряд ли вы что-то сейчас поймете по этой картинке. Но я стал смотреть «Клан Сопрано». Первый сезон, первая серия. Я никогда его не видел. Когда-то по телеку... Вкратце как-то я так мельком краем глаза, как еще можно сказать, не знаю. Но, в общем, вы поняли. То есть никогда целой серии я не видел. И я знал, что это крутой сериал. Я знал, что пучков не станет переводить какое-нибудь говно. Вот. И вот решился после его очередного интервью, прослушанного на радио Камеди или Камеди Клаб радио. Что-то такое у него там в группе есть. Это интервью я послушал. И что-то подумал, блин, а надо попробовать посмотреть. И, видимо, до того, ну вот, я был не готов к этому сериалу, наверное. А сейчас я просто, я взахлеб одну серию просто вот первую практически до конца досмотрел. Осталось тут 10 минут, она часовая. Это, это, это просто очень круто. Это очень круто. Особенно то, что это хрен знает какой-то год. Вот какой-то год. Я вот сегодня узнаю какой-то год. Но не сейчас. Потому что сейчас я отправляюсь до Алискиной бабушки. Она сейчас поехала на обед вместе с Даней к бабушке. И от нее... От бабушки, в смысле. Я Алиску заберу, повезу ее куда-то там по делам на энергетиков, в нефтяники. Я уже подъезжаю практически к Алискиной бабушке. Слушаю радио «Маяк». Слушаю шоу «Ивановых». И сейчас омские новости включились. И сказали такую вещь, друзья мои. Открыли новый рейс Омск-Новосибирск-Салихарт и международный Омск-Новосибирск-Манчжурия. Это очень хорошая новость, потому что создается такое теплица. Точнее, даже надежда, что все-таки местные линии восстановятся в нашей стране. Забрал я Алиску. Рабочий день у Алиски идет еще. Три часа. Меня накормили блинами фаршированными, фаршем. Фаршированные фаршем. Кстати, почему говорят фаршированные яблоками, например? Да? Ну, говорят же там... Ну, потому что фарш это не означает, что мясо. Типа то, что просто перекрученное? Да. Точно? Ну, мне кажется, да. Проверьте, ребята. Вот. Мы сейчас едем в администрацию центрального района города Омска. Центрального округа. Нам где-то надо встать сейчас в Пикзанде. Где-то вот там на остановке. Там на остановке. А я не знал, что здесь администрация. Не знал. Вот так вот. Век живи, век учись. Раньше написано было. Век живи, век учись. Раз. Два. Ай. Пой. Уже не вытерпел. Иди ты. Дай. Не нужна мы твоя игрушка. Не нужна мы твоя игрушка. Возьми. Возьми. Прислушайтесь, как он щелкает, пастик. Как крокодайл, блин. Чи-чи. Так. Вот он. Это самая холеричная собака во всем мире. Аааа. Ааа. Ах, хе-хе. Ах, хе-хе. Жесть. Вот так вот. Ааа. Ах, хе-хе. И он тут же готов со мной поделиться. Нет, я с башкой поболтаю, а потом нас. Брось, брось. Он прям положил. Брось, брось. Давай, 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 давай. Брось. 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 Покушали, поиграли с барником. А, кстати, мама только сейчас пришла у меня. Не было никого дома. Мы приехали на наше второе задание на сегодня. На Алиске на второе задание на сегодня. Ну, оно не второе за весь день. Ну, да. Ну, вот он написан. Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды. ЦМС. Вам ничего не видно. Отматываю назад. Чтобы сделать справку о фоновых концентрациях в микрорайонах. Какая ты серьезная. Справки, бумаги, документы. Все, я пошла? Давай. У меня на работе только монтажный лист и все. Подчерканный карандашом и ручкой. Надеюсь, Алиска быстренько. По крайней мере, в администрации центрального округа она была очень быстро. Там еще что-то звонить кому-то надо. Вчера, пока был на работе, я гуглил информацию о следующем обновлении андроида до 4.4, KitKat. Будет вроде как она что-то там апрель-март, что ли. Как-то так. Короче, весной вроде как ожидается обновление Samsung'ов там S3, S4, Note 2, Note 3. Посмотрим. Я надеюсь, после обновления починят наконец-то выкладку видео в Instagram. Потому что, блин, хочется иногда что-то приколюху какую-нибудь выложить. Вот прям вот так вам. Без цензуры, так сказать. Ну, по крайней мере, где-то с концертов мы вот почему не можем выкладывать, тот же Лимбийский, не можем выкладывать во влог. Потому что, ну, YouTube запрещает на концертах снимать. Хотя некоторых влогеров смотришь там зарубежных, на концертах снимают, на шоу на всяких снимают и монетизируются, причем видео очень как бы странно. Опять, может быть, это зависит от уровня влогера, насколько прокачанный канал там. И, может быть, им дают поблажки там у кого-то по 5 миллионов просмотров. Ой, по 5 миллионов подписчиков, в смысле, не просмотров. Просмотров там еще больше. Вот. А так, в целом, если не во влог, то можно было просто выкладывать, как мы вот с Макса 100500, как с тех же Лимбийскитов мы выкладывали в Инстаграм. Ну, Алиска может, у него-то S4 выкладывает. Ага. А вот Note 2 жопошник. Я думаю, откатиться, может быть, на Android 4.1.2, но, блин, тогда я не смогу обновиться потом в феврале. Ну, в смысле, господи, в феврале, в марте-апреле на новый Android. То есть, если сам прошьешь, то все уже считай отказался от обслуживания сервисного. Ну, немножко не наигрался в мячик, решил вот... Немножко маловастая игрушка. Так, это он еще себе на один зубок палочку взял. Ну, да, кстати. Помнишь бандура? Я помню, но он кусок льда поднял, и у него задние лапы поднялись. Да, настолько его перевесили. Барик, вон ту палочку, вот она, Барик, Барик. А вот сейчас какая-то, а, она закопанная. Да. Ты видео снимаешь? Да. Барик, пойдем. Смотри. О, две. Слышь, паук. Вот, 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 смотри, как он. Тихо, 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 тихо. Тихо. Тихо, вот, 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 дожди. Ура. Все, все. Чуваки, мы с телефона, мы купили кетчуп и идем за вкусняшечками в лакомый мир. Пироженьки покупать вкусненькие. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Вкусняги, вкусняги. Все наши вкусняги. Они удулись и запотели. Кетчуп, хайнс. Алиска. И, и, как мне всегда показать, друзья, против солнца снимаем, как, как вообще неправильно. Неправильно? Но нет, я надеюсь, что он прямо в экспозицию, как надо, сделал, мы идем домой. Холодно, я убираю телефон. Спасибо за внимание. На Марк 2 снимаем кулинарное шоу. Как приготовить пиццу. Правда, мы ее уже приготовили. Почему снимаю на Марк 2? Потому что тот фотоаппарат сел и все, он заряжается, он на зарядке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну а что, друзья, у нас все готово. Тарталетки. Пицца трица. И немножко напитка. Вот. Праздничного. Мы будем смотреть ходячих мертвецов. Пицца доедена одна. Вторая еще там, в духовке стоит практически. На духовке. Вторая на обед. Да, или на завтрак там. На обед. На завтрак можно. На обед. На завтрак творог. Ну ладно, хорошо. На завтрак творог. Мы посмотрели ходячих мертвецов. Прикольная серия. Мне лично понравилась. Алисе не знаю, как. Занудно опять мне показалось. Вот. Сейчас посмотрели вложки всякие разные. Всякие разные, да. Причем. Один? Причем, нет. Ну, Кейт Клэп тоже там была. А, два. Вот. И мы собираемся спать, друзья. Что-то еще хотел сказать. Блин. Я же забыл. Ну ладно, забыл, так забыл. Всего-то 9.52. Всего-то. Кстати, что-то рановато. Мы спать ложились. Не, мне вставать рано. И машины нет. Я никуда завтра не встаю. Никого не везу. Ладно, друзья. Все. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Нас полугодом. Все верно с каналом? Да. Все правильно. Ну и, собственно говоря, жмите лайк. Никогда вас об этом, по-моему, не просил. А че? А че? А нажмите. Кому не лень. Все, друзья. Всем отличного настроения. Покеда! Субтитры сделал DimaTorzok